МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Напомним, в понедельник, 14 декабря, состоялся первый социальный онлайн-форум волонтеров. Добровольцы со всей страны поделились опытом своей работы, обсудили лучшие практики. В условиях нового времени каждый день ставят перед нами новые задачи. Поддержка медицинским работникам, помощь пожилых, обеспечение лекарствами, продуктами и не только. В уходящий год фронт работ был обширным. В форуме приняли участие президент Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти и волонтеры. Один из ключевых моментов цифровизации этой очень важной и серьезной работы. Сегодня в студии национального телевидения Владимир Лизерман. Председатель правления ассоциации IT-классер Чувашской республики. Здравствуйте, Владимир Викторович. Вы у нас участвовали онлайн в этой встрече. Давайте вспомним, как это происходило. Форум собрал председателей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. У каждого региона свой опыт. Наша республика использовала в этой работе цифровые технологии, что позволило систематизировать весь механизм оказания помощи нуждающимся. Подробно об этом рассказал председатель правления ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-классер Чувашской республики Владимир Лидерман. В QR-коде мы зашили адрес доставки и телефон. Это позволило нам убрать лишнее звено на координацию работы волонтеров. Врачи также выписывают лекарства, а волонтеры их доставляют. При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Речь также шла о перспективах развития добровольческой деятельности. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны рассказали и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются. Просьба граждан, обращающихся в волонтерские центры «Единой России». Владимир Путин назвал волонтеров настоящими тружениками и оценил их работу. Обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед стороной. Такие люди, конечно, мощнейшие, созидательная сила в целом в стране, но и для партии чрезвычайно они важны. Мобильное приложение для волонтеров, конечно же, получило одобрение столь высокое. Расскажите, пожалуйста. Я сам являюсь депутатом Чебоксарского собрания и, соответственно, в качестве члена партии «Единая Россия» тоже участвую в волонтерском движении. То есть когда, собственно говоря, на собрании нашей фракции была озвучена эта инициатива, то есть и были озвучены те масштабы и те сроки, в которые необходимо выполнить этот проект, я сразу же понял, что мы не сможем быстро организовать большое количество людей, потому что в моменте надо было доставить порядка 600 пакетов с лекарствами за один день. И, соответственно, здесь на помощь пришли информационные технологии. То есть мы с помощью технологии решили вопросы, связанные с распространением информации. То есть две основные темы – это координация работы волонтеров и контроль доставки. И, в принципе, ту технологию, которую мы предложили, она связана с работой мобильных приложений. То есть когда мы формализовали процесс получения задания волонтерам, то есть контроль доставки и гарантировали, что ни один пакет с лекарствами не будет где-то забыт, а будет доставлен. Это все уже работает? Был ли у нас тестовый период и как это будет запускаться? Приложение тестировалось на базе первой городской клинической больницы. То есть с помощью этого приложения было доставлено достаточно большое количество лекарств. Расскажите, пожалуйста, о принципе работы самого приложения. Принцип работы приложения очень прост. То есть есть волонтеры, которые выполняют задания. То есть это задание они получают с помощью сканирования QR-кода, то есть который записывается на каждом рецепте. В QR-коде, соответственно, зашивается адрес доставки, телефон, чтобы можно было связаться, ну и, соответственно, идентификатор заказа. Дальше он может посмотреть, куда идти на карте, позвонить из приложения, то есть связаться. Собственно говоря, дальше он идет, фиксирует факт доставки, то есть и закрывает заказ. Этот заказ аккумулируется на сервере, где потом его можно проверить. То есть выполнен он или нет. Кроме этого, приложение отслеживает каждый шаг волонтера во время исполнения заказа. И можно посмотреть, где он сейчас находится, а также при выполнении заказа, где он фактически был выполнен. Геометка, которую потом можно вывести на карте и посмотреть. То есть адрес в заказе совпадает с фактическим местом, куда был доставлен заказ. И таким образом мы получаем фиксацию. То есть в других отраслях она является юридически значимой. Поэтому мы посчитали, что это достаточный механизм, который обеспечивает сохранность лекарств и гарантирует доставку. То есть этот механизм значительно упрощает и ускоряет работу медиков, можно сказать. Да. Каждый занимается своим делом. Медики выписывают рецепты, волонтеры их доставляют. Насколько сложно все-таки подготовить такие серверы? И кто ваши помощники? У меня замечательная команда разработчиков, которую мы собирали не один год. Многие ребята у нас из районов работают. И, собственно говоря, это приложение, конечно же, не возникло на пустом месте. У нас есть большой проект в энергетике для Россетей, для которых мы делаем приложение по мобильному съему показаний. И принцип, в принципе, там тоже такой же. То есть обходчики получают задания на съем показаний, идут к счетчикам, фиксируют показания, и эти показания отправляются на сервер. По факту мы взяли платформу, которую мы сделали для энергетиков, и быстро адаптировали ее для нужд нашей республики. Вот. Это все заняло, в принципе, не больше недели, потому что технологии уже были готовы, и мы просто их правильно настроили для решения конкретной задачи. А как вы будете продолжать эту работу, и какие направления еще возьмете? Мы, соответственно, ну, я тоже являюсь волонтером, то есть, а волонтеры – это те люди, которые делают какие-то вещи бесплатно и добровольно. Соответственно, мы это приложение предоставили для партии абсолютно безвозмездных началах и готовы, собственно говоря, его передать в любой другой регион, где оно будет востребовано при необходимости. Сейчас стоит вопрос запустить по всей территории Чувашской республики, не только в Чебоксарах, это приложение для работы волонтеров, то есть, и мы готовы сотрудничать с любыми заинтересованными сторонами, которым, в общем-то, это будет важно. Такое же приложение мы передали также на безвозмездной основе, то есть, республики, и с помощью его сейчас дружины контролеров проводят проверку соблюдения мер по противодействию коронавирусной инфекции и фиксируют нарушения. Принцип тоже простой, то есть, выписывается маршрут, люди идут в какое-то, допустим, заведение, там, если фиксируют какое-то нарушение, сразу же вносят его параметры в мобильный телефон, фотографируют, и, соответственно, эта информация, ну, также в режиме реального времени поступает с геометкой на сервер и является юридической значимой для дальнейших процессуальных действий по отношению к нарушителям. Уже не раз на совещаниях обсуждался вопрос нехватки дефицита кадров IT-специалистов. Насколько глубока эта проблема, и вот у нас кто учит этой профессии? Проблема у нас состоит глубже, у нас достаточно большой отток кадров на моменте поступления в ВУЗ. То есть наши школы, ну, ведущие школы заточены на то, чтобы абитуриенты поступили в московские ВУЗы. И это какая-то негласная политика, то, что вот наши дети должны учиться в МГУ, МФТИ и так далее. На мой взгляд, это связано с тем, что мы недостаточно серьезно подошли к такому моменту, как формирование регионального образовательного продукта. О чем я говорю? То есть каждый абитуриент является неким покупателем. Это как в магазине. На полке стоит образовательный продукт от МГУ, от МФТИ, от Иннополиса и от ЧГУ. И, соответственно, наш абитуриент должен выбрать какой-то продукт, либо по цвету, то есть эмоционально, либо по описанию рационально. И, соответственно, преимущества нашего образовательного продукта, что будет, если, собственно говоря, абитуриент будет учиться в Чувашии, они явно нигде не расписаны. И, соответственно, не ведется целенаправленная политика по продвижению этого продукта. Это такой же маркетинг. Если мы хотим, чтобы наши дети остались здесь и, соответственно, пополнили актив IT-компаний, мы должны заниматься образовательным маркетингом. То есть так же, как продвигают товары, ну, как сказать, традиционные товары. Кроме этого, важна тема профориентации, то есть ранней профориентации. Потому что, ну, опять же, как вот показала моя недавняя встреча со школьниками, дети не знают, что у нас в республике есть прекрасные фирмы, которые платят рыночную зарплату с хорошими условиями. И, соответственно, поэтому им кажется, что в нашей республике нечего делать, и мы поедем в Москву. То есть это, опять же, профориентация, тоже маркетинг, только уже немножечко не образовательного продукта, а продукта, ну, как наши работы, где они могут устроиться и так далее. Потому что, ну, у нас есть достаточно сильный электротехнический кластер, который выпускает до 40% электротехнической продукции в нашей стране. Это большая доля. У нас есть IT-кластер, который в различных отраслях занимает просто доминирующее положение. Все это в родной Чувашии. И, соответственно, если у нас не будет достаточного кадрового потенциала, мы не сможем органически расти. И, соответственно, нам будет необходимо открывать филиалы на других территориях, где есть ресурсы. И приведет это к тому, что, ну, родные налоги, они просто уплывут из республики. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша республика стала цифровым регионом, достойным местом для проживания, ну, как сказать, наших жителей. Для благополучия, конечно, каждого жителя. И мы верим в то, что вот наш новый глава и правительство, они тоже всем сердцем желают исполнения, в общем-то, наших общих мечт. И, соответственно, мы видим реальные подвижки в региональном правительстве. Мы проводим совещания уже на уровне вице-премьеров, то есть для того, чтобы выработать, ну, региональную IT-стратегию. Как, ну, не то что IT даже, то есть цифровую стратегию. Вот, потому что цифровизация, она более широкая понятие, чем просто IT. Ваша точка зрения на уровень дистанционного обучения? Насколько у нас есть слабые, сильные стороны? Насколько мы готовы к этому? И вот можно ли в этой области вести какие-либо собственные разработки? Ну, посмотрите, опять же, если говорить о дистанционном обучении, это некая технология, то есть которая позволяет достигать определенных эффектов. И, соответственно, для этой технологии, ну, существуют различные инструменты. Сейчас мы наблюдаем картину, когда, в принципе, в каждой школе что на что гораст, и, соответственно, нет единого инструмента для того, чтобы проводить, ну, вот, как сказать, дистанционное обучение. И, соответственно, это затрудняет унификацию этого процесса, выработку единых стандартов и дает дополнительное неудобство для тех же школьников и преподавателей. Потому что, если они, допустим, переходят из школы в школу, там у них меняется этот инструмент, а у школьника, получается, для одного предмета один инструмент, там, допустим, зум, для другого, там, что-то другое, то есть третье. Вот, и поэтому мы считаем, что, ну, информационные технологии всегда должны приводить к какому-то экономическому эффекту, то есть к какой-то экономии, какой-то унификации, простоте. Вот, и, соответственно, мы считаем, что должны быть использованы некие, ну, единые платформы для этого процесса. Вот. Мы, допустим, как компания в рамках перехода на удаленную работу работаем на Microsoft Teams. И поэтому, собственно говоря, когда были определенные совещания на уровне Министерства образования, мы предложили эту платформу, то есть на этой платформе работает сейчас Москва, Московская область в части дистанционного образования. Там созданы прекрасные инструменты для проверки домашних заданий. По сути дела, все инструменты для удаленного введения урока. И самое главное, эта платформа абсолютно бесплатна, то есть для учебных заведений. Мы знаем сейчас, что ведется на федеральном уровне разработка единой российской платформы. Но вопрос только во времени, то есть когда она будет готова. Вот. Возможно ли разработать эту платформу на региональном уровне? Я считаю это нецелесообразным по причине того, что эта работа уже ведется на федеральном уровне. И, соответственно, если будут потрачены региональные бюджетные деньги, они будут потрачены, как мне кажется, не совсем эффективно и целевым образом. Ну вот, исходя из вашего ответа, да, у меня назрел вопрос. Как и по какому направлению может в нашей республике развиваться IT-сфера, так скажем, IT-кластер? Ну, посмотрите, то есть мы видим, что IT-кластер может быть полезен, опять же, республике в части образования. То есть мы реально растущие компании, ну, прямо сказать, без какой-то отдельной поддержки со стороны этой республики, но мы продолжаем увеличиваться со средним темпом 10-15% в год. И, соответственно, мы знаем, какие специалисты и какого уровня нам они необходимы. И, соответственно, мы можем быть тем звеном, который грамотно формирует спрос. Кроме этого, мы понимаем, что сейчас, ну, конкуренция, ну, за людей, она уже уходит не просто в университет, а в школы. И вот мы как IT-кластер спонсируем IT-лицей и понимаем, что нам необходимо делать на Чувашской земле собственный IT-лицей, где мы будем целенаправленно учить детей IT и, соответственно, вести их по пути, то есть от школы, вуз и потом трудоустройство. В части сотрудничества с вузами мы понимаем также, что не всегда есть те преподаватели, которые необходимы нам. Вот. И, соответственно, опять же, мы как компания спонсируем работу, ну, представляем буквально преподавателей, чтобы они ввели предметы. И, соответственно, опять же, мы можем быть полезны в том, что, как сказать, усиливаем потенциал высшей школы и средней, то есть в части подготовки специалистов. Вот. Это вот, ну, исходя из самых ближайших целей. Вот. И опять же, республика при этом выигрывает, потому что мы создаем высокопроизводительные рабочие места, то есть и основная доля в нашей себестоимости является зарплата, налоги с которой являются основой для пополнения региональных и муниципальных бюджетов. Вот. Поэтому мы считаем, что развитие сферы IT может быть одним из приоритетных направлений в Чувашской республике, потому что, опять же, та задача, которая поставлена нашим главой, то есть по формированию высоко, ну, то есть в нашей программе это развитие на ближайшие пять лет, там один из показателей является формирование высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест. То есть в IT наибольшая производительность труда, ну, одна из самых высоких, скажем так. И поэтому стоимость создания рабочих мест, она мизерная. Там, чтобы создать одно рабочее место, а IT, то есть, ну, сколько, один персональный компьютер, да стол и стул, вот, это, ну, меньше 100 тысяч рублей. Вот. Ни одна отрасль другая, то есть не обладает вот таким показателем. Поэтому мы считаем, что одним из приоритетов, в том числе и национальной политики, на уровне этой республики, должна быть поддержка IT-шников, развитие IT-отрасли, вот, для того, чтобы, ну, мы все стали жить лучше. Налоги останутся здесь. Если, касаясь подготовки новых кадров на одной из встреч в школе, вы обещали оказать поддержку одной юной, талантливой школьнице, Александре Григорьеву, если не ошибаюсь. Вот как эта помощь будет оказана и как вы оцениваете творческий потенциал этих ребят? Я отвечу с конца. Творческий потенциал наших ребят всегда велик. То есть, Чувашия славится неполезными ископаемыми. У нас нету нефти, но она славится людьми. И, соответственно, мы продолжаем растить достойных людей. Вот. И наша задача, чтобы они не уехали. Не уехали. То есть, то, что увидела девочка, не увидели многие взрослые. То есть, она задала вопрос именно об образовательном продукте. То есть, как мне выбрать, куда пойти. И, соответственно, по каким параметрам, как мне вести свои параметры какие-то и понять, куда мне идти. Вот. И, собственно говоря, это как раз та тема, о которой я говорил раньше, о формировании регионального образовательного продукта. Мы, несомненно, будем использовать потенциал этой девочки в качестве одних из соавторов идеи. То есть, опять же, вот эта идея должна быть воплощена в технологии. То есть, и, собственно говоря, ту информацию, вот, опять же, информационные технологии, которую мы произведем в виде сайта, профориентации, мы, соответственно, будем ее привлекать в качестве, ну, некой таргет-группы. Потому что мы делаем продукты, его должен кто-то купить. И, соответственно, качество этого продукта может оценить только потенциальный покупатель. Итак, благодарю вас за интересную содержательную беседу. И, напоминаю, у нас сегодня в студии был председатель правления ассоциации IT-кластер Чувашской Республики Владимир Лидерман. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok